на последнем месте. Экономика разрушена, судов нет, нарушаются права и свободы граждан. Отечественный производитель сегодня убит, инвестиции нерентабельные и загрузка обрабатывающая отрасли не более 30%. Сегодня износ основного капитала досягает 80%. Малый бизнес разоряется, экономическая активность падает и деньги из страны уходят. Сегодня идет подавление точек роста и зачистка экономического пространства и подготовка страны к масштабной распродаже. Сегодня судебная власть фактически не является независимой ветвью власти и давно стала составляющей этой вертикали. Общество искусственно поделено на левых либералов и консерваторов и они демонизированы и стравлены друг с другом. У молодежи сегодня молодежь фактически не может устроиться на работу. Сегодня у молодежи и у 23 миллионов нищего населения украли будущее. Украли фактически будущее и люди выходят на митинги и протестуют против этой несправедливости. Поэт Маяковский как-то писал, я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю атакующий класс. Вы знаете, многие, не все, но многие оппоненты системы, которые участвовали в прошедших президентских выборах, оказались совершенно беззубыми, поскольку не смогли предложить альтернативную элиту. Но сегодня, в 2018 году, эта альтернативная элита начинает появляться в России. Это мы с вами. Пришло время для объединения пассионариев тела, которые собирают вокруг себя массы на улице и пассионариев ума, которые ищут фундаментальные бездны в своем кабинете за рабочим столом. Вот этот союз пассионариев ума и тела, безусловно, будет поддержан военными, которые не получили от приватизации ничего. Мы по этому пути идем. Вспомните, в 1989 году, когда Горбачев подписал капитуляцию нашей страны на острове Мальта, Россия до сих пор платит своим победителям в холодной войне контрибуции и репарации. Контрибуции – это перешедшие в руки иностранцев наши основные предприятия в ходе преступной чубайсовской приватизации. Кроме того, из экономики в России ежегодно происходит денежное изъятие. Мы фактически платим репарации. Это неэквивалентный обмен в сфере международной торговли, ножницы цен так называемые. Это заниженный курс рубля. Это отсутствие какого-либо контроля за иностранным капиталом внутри страны. И это золотовалютные резервы в долларах и евро. Вот эти четыре механизма, друзья мои, приводят к тому, что 30% ФВП России перераспределяются в пользу Запада, прежде всего в пользу Соединенных Штатов Америки. Надо прекращать эти преступные действия. В структуре национального дохода Советского Союза поставка нефти составляла всего 3% от национального дохода. Сегодня, в 2018 году, кроме экспортной трубы в России нет ничего. Вся экономика зависит от экспортной трубы, поскольку все материалы импортные. И вот к этому мы пришли, к тупику. В сельском хозяйстве то же самое. 95% семенного материала это импорт. И выделение денег сельхозпроизводителю не дает ничего. Доходы фермеров сегодня падают, и они не могут расширять свое производство. Посмотрите, в торговле то же самое. Все крупные торговые сети, крупные магазины принадлежат сегодня иностранцам. И завтра, я вас уверяю, эти иностранцы, хозяева крупных магазинов, искусственно создадут дефицит продуктов в своих магазинах, и народ будет голодать. Поэтому 80% всех торговых площадей во всех магазинах сегодня надо отдать отечественному производителю. Сегодня доля комбитальных инвестиций в ВВП достигает всего 19%. То есть мы фактически проедаем все то, что нам досталось от Советского Союза. Вот до чего они довели нашу экономику. И виноваты именно те люди, которые пришли к власти в 90-е годы. Это так называемые глобалисты, которые всегда были неприглашенными, нежданными, и они есть везде. Именно глобалисты сегодня передали все наши предприятия в частные руки по формуле приватизация прибыли, национализация убытков. И так во всех отраслях. Сегодня глобалисты с голубых экранов телевидения нам говорят о какой-то мнимой стабильности. Но мы-то, собравшиеся на этой площади, видим совершенно другую стабильность в нашей стране. Стабильность разрушенной армии и спецслужб, стабильность разгромленной нашей Академии наук, стабильность разрушенных наших промышленных предприятий. Вот мы к чему пришли. К стабильности наркомании, СПИДа и депопуляции населения. В одном только 2017 году смертность превысила рождаемость на 146 тысяч человек. Вот до чего они довели нашу страну. И это, друзья мои, результат управленческого дефолта. Поэтому сегодня, и здесь я поддерживаю Сергея Удальцова, нам надо всем объединяться. У нас сегодня единый вопрос. Нам надо сплодиться всем, всем слоям общества. И сделать так, чтобы производство в России заработало не исходя из рынка, как сегодня, а исходя из удовлетворения социальных стандартов населения. Поэтому сегодня надо менять всю систему в целом, менять макроэкономическую политику, менять людей, которые принимают решения, и переходить с экономики трубы на экономику знаний, человеческого капитала, бесплатную медицину, образование и здравоохранение. Должна быть полная смена приоритетов. И последнее. Вот предстоящие мэрские выборы в сентябре в Москве и предстоящие выборы в Госдуму в 21-м году, они должны решить основной вопрос для России. Это ограничить власть вездесущей олигархии, ограничить власть вот этих крупных денежных мешков и сделать так, чтобы положить конец встраиванию России в мировую систему глобального угнетения и порабощения. История, друзья мои, не задает нам вопросов и не спрашивает нашего согласия. Она неотвратима, как голос народных масс, определяющий ее ход. Прислушаемся же к призыву истории. Сплотимся, братья! Сплотимся и добьемся победы! Вместе победим! После такого выступления хочется только сказать ура! Ура, товарищи! Нам нужна народная власть! Нам нужна народная власть!